Всем привет. Привет, ребят. Можно я сегодня выберу рецепт? Можно. Прекрасно. Ты приблизительно уже понимаешь, что ты хочешь? Да, я хочу рыбу. Хочу рыбу. Дима, мы сегодня будем готовить блин на рулет с тунцом. Ты знаешь, очень хороший выбор, и это будет очень легко приготовить. Мне этот рулетик напоминает чем-то суши. Сверху блинчик, внутри тунец. Суши на самом деле, да, очень похоже. Ну, тогда мы сегодня давай сделаем их как суши. А, давай. Как всегда, расскажи, с чего мы начнем. Наши блинчики начинаются с теста, но опять же, без добавления муки. Вместо муки мы будем сегодня использовать вечерний коктейль, томатный суп с базиликом и протеиновую смесь. Знаешь, Дим, я пробовала вечерний коктейль вместо ужина. Прекрасно насыщает и спалось хорошо. Тогда приступим. Я буду делать тесто, ты будешь делать начинку. А как мы будем делать начинку? Творог с тунцом перемешиваем, добавляем огурец свежий, добавляем паприку свежую, добавим свежий чеснок. Все это перемешаем, получится очень большая вкуснятина. Ну, давай начнем. Маша, рыба очень полезный продукт. Да, я знаю, я ем минимум два раза в неделю. Как ты вообще сохраняешь такую форму? Я стараюсь правильно питаться, заниматься спортом. Не всегда получается три раза в неделю, но я делаю максимум из того, что возможно. Плюс я очень много работаю и трачу очень много энергии. А каким спортом ты занимаешься? Сейчас я хожу в зал, пошла на бокс. Первый раз, мне очень понравилось, буду ходить дальше. Да ладно, на бокс? Это такое удовольствие. Ты сбрасываешь всю негативную энергетику, при этом держишь себя в тонусе. А с кем ты боксируешь? С тренером. То есть у вас спарринг настоящий? Конечно. То есть ты пропустил один удар, получил в голову, все честно. Не надо пропускать удары в голову. Вот, поэтому я и стараюсь, чтобы лишний раз не пропустить удар. А ты каким спортом занимаешься? Сейчас я занимаюсь, честно, бадминтоном. Очень активный вид спорта. В детстве тоже занимался им. Не такой травматичный, но реально он такой, знаешь, кардио такой прям вот. Угу, это здорово. Потому что я в детстве занималась только легкой атлетикой и плаванием. В детстве я много чем занимался. Я и боксом, и дзюдо, и баскетболом, и волейболом. Да, получал, что незаметно, что ли. Ты, наверное, очень правильно питался в детстве. В детстве нет. В детстве я неправильно питался. В детстве я неправильно питался, но из-за активного спорта, как бы, да, я не был никогда толстым. Если я не скажу, да. Но иногда поправлялся, да, когда бросал спорта. Сейчас более активно занимаюсь. Более серьезно отношусь к своему здоровью. Во-первых, я не курю. Угу. Не курил никогда. И, знаешь, я, честно, этим горжусь, потому что это очень большой минус в жизни у людей. Дорогие подписчики, расскажите, каким спортом занимаетесь вы. И напишите обязательно в комментарии. Нам это очень интересно. А что ты еще никогда не делал? Никогда не готовил наши блинные рулет с танцом? Всегда. Всегда готовил. Я мечтал их готовить. Поэтому сегодня мы получаем твою мечту в реальности. Маша, я еще предлагаю тебе добавить сюда сладкие паприки и зубчик чеснока. А я буду жарить блины. Начнем? А я буду жарить блины. Ну жарь, жарь уже. Хочется. А я буду жарить блины. Дима, я правильно кладу начинку? Машенька, все правильно. Твоя рука владыка, да. Ты сама уже как... Побольше начинка. Дима, почему мы положили все это на пергамент? Маш, потому что это не традиционные блины. У них есть вот такой вот маленький нюанс. Они очень быстро высыхают на открытом воздухе. Поэтому их лучше перекладывать бумагой. И как только остыли, их лучше сразу скручивать. По начинке я тебе скажу. Ты вот мне задала один раз вопрос, сколько начинки класть. Ну понятно так, чтобы у нас все-таки эстетически красиво получилось. И что-то было похоже на суши. Все. Ты скручиваешь, да? Нет, давай ты будешь скручивать. Я пока... Вот давай не будем шедевр портить. Все, готово? Да. Скручиваю. Ну, в принципе, как под суши. Подкладываем все сюда. У нас получается начинку. Так, плотничку. У нас плотно он получился. Вот это мы есть у нас, да. Маша, нарезаем нашу вкуснятину. Решили как суши? А можно вот... Ты же обрезки эти не будешь использовать? Ладно. Не буду. Даже в подъезд нельзя. Дима получилось фантастически. Не стыдно положить на праздничный стол? Это на самом деле не стыдно. Во-первых, это очень быстро. Вот так вот, если у тебя пришли какие-то нежданные гости, это очень быстро делается. И легкий такой праздничный перекус. Попробуем, может быть? Давай попробуем. Согласись, блины сильно не отличаются от классических блинов. Это вкуснее, чем блины. Намного вкуснее. За счет, наверное, томатного супа с базиликом. Да, такой вот пряный, приятный вкус такой. Да, очень. Очень вкусно. Очень? Да, хочется еще. Да? Нет, стоп. Остановись. Рецепт в описании. До новых вкусных блюд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова